Как сделать город лучше? Решить проблемы, которые реально волнуют людей. Члены общественного совета Химки «Интересно жить» встретились с трудовым коллективом компании Global Age, одного из самых крупных и старейших предприятий. Его продукцию используют в разных отраслях народного хозяйства. Это шлифовальное, лесопильное, котельное и прочее оборудование. Здесь создают накопители энергии, используемые в электрическом транспорте. В группе компаний трудится более сотни человек. Среди них профессионалы, которые ответственно подходят не только к своей работе, но и к тому, что происходит вокруг них. На собрание выдвинули социально значимые для города инициативы. Очень важно взаимодействие и общение с властью. И на сегодняшний момент эта работа проводится, радует то, что это инициатива самой власти. Поэтому я полагаю, что такие небольшие, короткие деловые собрания дадут те маленькие конкретные результаты, которые волнуют людей. Это уже не первое собрание в Химках. Подобные встречи проходят и будут проходить в других коллективах города. Инициатором этого движения выступили химчане из первичных отделений партии «Единая Россия» и активисты проекта «Химки. Интересно жить». Проект «Химки. Интересно жить» изменил жизнь многих химчан. Сначала это были просто мастер-классы, на которых жители знакомились между собой и общались. Потом появился сайт, где можно было выложить свои мастер-классы и проголосовать за них. Люди стали объединяться, чтобы обсуждать и выдвигать различные инициативы. За эти инициативы совсем скоро смогут проголосовать жители. Общий перечень разместят на специальном сайте, где неравнодушные химчане будут иметь возможность повлиять на очередность их исполнения. Обсуждение проблем и вариантов их решения происходит как на мероприятиях, так и в общедомовых чатах. Члены общественного совета находятся в постоянном контакте с жителями. В каждом домом чате есть инициативная группа. Они предлагают что-то свое. Как они могут улучшить жизнь именно в своем микрорайоне, в своем доме, в своем городе. Опять-таки потом это выносится уже на общее голосование. И там, где больше всего проголосовали, тот, соответственно, тот инициативный проект уже дальше проходит в жизнь. Члены общественного совета доносят проекты до администрации и профильных ведомств, которые помогают их реализовать. Такие примеры уже есть. Года четыре назад жители создали ближе к Ленинградскому шоссе яблоневый сад. Посадили яблоневые деревья и все. Сейчас он пришел в допустение. Жители близлежащих домов на Ленинградской улице обратились к нам с инициативой. Давайте восстановим все-таки. Реконструкция яблоневого сада тоже будет у нас запланирована на июнь месяц. Там будут новые фонарики, лавочки, комфортная среда для прогулок, таких вечерних. Еще одна инициатива, которую предложили горожане – соединение левого и правого берегов посредством речного транспорта. Проект получил название «Речной трамвай». Он уже принят в работу и, согласно планам, будет запущен этим летом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова